у меня сегодня ужин просто нам-ням как я люблю у меня курочка не курочка а цыпленок запеченный лариса запекла такой хлеб турецкий турецкого магазина картоха не стала делать салат просто помыла листья салата огурец помидоры так наложила буду так есть и авокадо и тут у меня еще есть надо доесть филадельфии все по чуть-чуть захочу буду есть майонез в общем все что дышал все что душа желает риса такую курицу цыпленка запекла чесночком он чесночок целый ну знаете ну и как аппетит у вас начинает разыгрываться или нет жопкой как я люблю смотрите мой чесночок классно чесночок у так запекают а потом делают тоже всякие намазки очень вкусные все я вот это сегодня первый день первый день первый раз пока ходила пока счет пополнила пока то пока все пока песок купила лариса тем временем запекла цыплят я салат купила картошка это со вчерашнего дня осталось это не час варили лариса все вчера делала очень вкусные голубцы подливу делала не на томате на на сливках обалденно просто сливки обалдеть если три голубца положила потом не показалось мало еще три села на нерван почи теперь еще осталось и будут по холодильнику ходить я не стала их сюда с цыпленком мешать ну белое мясо оставлю детям ходить и едят а все остальное съем сама про обалдеть а вы ручку не видите а его ручки не вижу ты не принесла наверное ручка сильно в расстроенных конечно можно было кушать какую-то другую тему найти как есть на сожалению вообще вот этот год начался такой тяжелый я не знаю я прямо как-то ощущаешь он какой-то такой тяжелый высоко с нами заболела ляля и довольно-таки очень серьезно мы не ветеринары я не знаю уже говорила уже неоднократно вот чисто мое мнение так все сложно в германии с медициной что животными что с людьми надо обязательно что был термин нет такой вот у нас все равно в украине заболела животное ты его в переноску и довез до врача все нет такого что ты ждешь термина или где-то его уходишь выбиваешь но нет такого в германии все не так обязательно надо термин ну есть как бы одно но которое очень спорно есть как бы срочно есть дежурные врачи это суббота воскресенье ну это я до этого не знал ну значит искали термин чтобы нам найти термин все нам конечно помогали люди которые хорошо знают немецку которые живут здесь в германии то есть немцы все нашли мы термин нам говорят если вам срочно надо до врача вы можете позвонить по такому-то телефону вот и ваш врач примет мы думаем хорошо позвоним позвонили они говорят ну да приезжайте на 3 часа но это не сегодня это было вот на днях на этой неделе мы срываемся все едем приезжаем так долго искали в общем нашли все боимся боимся опоздать я ловиться говорю включили навигатор навигатор называется включили я говорю ларис давай мне навигатор лариса тоже заболела так плохо себя чувствует я говорю давай я побегу вперед чтобы 3 часа что люди будут ждать скажут ну что это они не пунктальные такие заказали термин они говорят 3 часа мы будем ждать я говорю ну неудобно я же бегом бегом все лялечка в переноске в общем дошкандыбала прихожу все это клиника я говорю лариса а ты потихонечку уже догонишь ну иди же говорю я говорю вам звонили говорю на счет говорю кошечки на 3 часа вы нам назначали время на 3 часа она сразу с порога женщина такая немолодая старше чем я и сразу с порога говорит наши услуги стоят 100 ойро потом ну я понимаю что стоит ну все это же не бесплатно тут же у нее как-то ну минут наверное секунд десять она говорит нет от 100 до 130 да да 130 она говорит стоит говорит услуга да мы ну да в 3 часа мы вас ждем я отвечаю сестра подойдет я шла все нашла эту клинику лариса подходит она говорит вы знаете говорит я перебью когда я уже подхожу она уже выходит какой-то бумаг до то есть как бы чтобы она видела то есть выходит с этой клинике и говорит 151 евро вы должны заплатить говорит ну вы должны сейчас прямо вот оплатить мы сейчас должны оплатить она говорит так а я говорю подождите говорю вы мне сказали 100 потом 130 говорю вы сейчас говорите 150 то есть вы даже не видите пациента что с пациентом то есть не видят эту кошку или собаку ну не важно то есть не видят это животное и она мне с порога то есть не может ну как цену дать толку то есть она как не знает какой у них расценки или что я короче знаете такая немного меня это прям насторожило не то что этот самый а меня как-то сразу знаете от этих людей вот так вот раз думаю ни хера себе когда она сказала 100 ойро я такая думаю ну это же не может быть да там все посмотрят там уколы еще то все я говорю давай говорю позвоним говорю людям говорю пусть люди говорю немцы побеседуют что-то неправильно говорим или она нас неправильно понимает или мы ее неправильно понимаем вот ну в общем позвонили все значит она берет значит трубку и значит люди у нее спрашивают а как же так ну что почему такая ну сцены такие вот она говорит ой вы знаете говорит а мы покраснело сразу мы же говорит дежурные три часа дня это был рабочий день мы же говорит дежурные поэтому цены в два раза говорит увеличены у нас у нас цены в двойной тариф представляете и начали ну вот такая беседа я честно говорю я развернулась ушла мне эта клиника не понравилась я даже не стала показывать ни лялю ничего мы с Алисой приняли решение что эта клиника нам не подходит ну как это вы можете себе представить она не видит даже животное она не знает но я понимаю что за прием ты приходишь платишь за прием да ну не может она как-то она не может дать толку какую цену ей взять думаю там да люди звонили думают а власти все равно согласятся я конечно злая Владица еще так плохо себя чувствует и такая дорога ну короче в шоке ну нашли клинику термин нашли вчера у нас был на УЗИ чтобы нам сделали УЗИ и все такое прочее но я была честно говоря шокирована то что человеку знаете все равно больное больное животное не больное животное я говорю знаете у нас в Украине часто да и наверное везде СНГ по бывшему советскому союзу наверное так как бы Европа помогает ветеринарам и ветеринары чтобы значит там знаете вот это бесплатная кастрация бесплатная была стерилизация животных то есть как бы они переводят какие-то суммы денег ну вот такая чехарда так здесь они переводят таким странам как Украина такие деньги чтоб там на стерилизацию а здесь в Европе толку не могут дать сами себе но это это вот это вот почему так серьезно у меня такой разговор почему я так вот прямо знаете жестко это говорю потому что это же не шутки это же здоровье пусть будет человеческое или животное но это в здоровье и она то есть не знаю она же не первый день правильно она же не студент не абитуриент какой-то пришел то есть ей уже под сраку лет она сидит она уже все знает сколько и она не может знаете дать толку сколько ей взять с клиента я вообще думаю там клиент пришел все равно думать согласятся то есть можно было знаете просто за красивые глаза хотя глаза совершенно не красивые у них вытащить бабки отдать им и сказать ну все до свидания вот такая вот ситуация мне я конечно была немножко шокирована я не то что шокирована а просто была знаете вот ну когда человек имеет надежду да то есть ты идешь до врача ты думаешь ну вот да вот тебе врач поможет вот этот врач как то он поможет все то есть у тебя уже есть надежда что врач посмотрит специалист а тут специалист для того чтобы тебя как можно больше бабла содрать вот такие случаи хотите вверх хотите нет но это так и есть тоже вчера были в клинике как будто клиника неплохая стойка персонала я не видела еще ни в одной клинике и на ресепшеди сидят по два человека по три и и нет так понимаю какая-то уборщица что ли у них девка молодая и вот этот врач и медсестры и кого там только нет человек двадцать и не ходит это прикиньте это ж надо насколько свет вода в чем зарплату это представьте я конечно и тоже вчера сделали ляльки узи заболела сильно заболела вот так не узи а рентген рентген ну это не так говорю ты мне поправь сделали рентген диагноз не окончательно посмотреть короче все урваны все надо сделать узи узи ну все это не бессладно это очень дорого ну ничего не приходится делать с Ларисой в понедельник нам помогут. Будем лябе делать кузей. Я знаю. Людей, видимо, невидимо. Конечно, я понимаю, чтобы такой персонал обработать, как минимум, надо с каждого клиента меньше сотки не возьмешь. Обязательно надо стараться, чтобы она была за сотку. Все зарплаты еще хотят. Ну, вот тебе и медицина. И, как правило, все работают на то, чтобы как можно больше клиента ставил денег в клинике. Вот я же вам еще говорю. Хотите, Верти, вот эта немка, которая нам помогала, она говорит, я когда услышала, я обалдела, что такие цены. Я, говорит, никогда не думала. Я никогда не думала, что может быть такие цены, что клиника на животное. Когда кто-то услышала, что та не могла цену никак спорванировать. Есть сколько? 100 евро, че 130, че 150. Людей с собаками очень много. Да? Вот это ни одного не было с котами. Нет, девочка одна пришла, которая как инвалид, она на коляске как с мамой у меня так. Хочек был. А с собаками я вам не могу передать сколько. Собаки все такие добрые. Такие классные собаки вообще обалдеть. Конечно, я понимаю, что ничего бесплатного не бывает. Надо платить. Но ты мне извини, оно должно все разумно быть. С адвокатными какими-то, знаете, расценками. А не то, что тебе вздумается в голову. То есть, ты пациента не видишь, тебе он и пофит. Самое главное, чтобы бабку достали и отдали. Ну, как у тебя будет настроение после этого? Какое? цены очень сильно разнятся. Значит, УЗИ в Брауншвее стоит 100 евро. УЗИ в клинике здесь в городе вроде бы как единственный. Стоит 170 евро. так именно что нигде не сделаешь. Вот они как бы, ну, как... Монополисты. Да, монополисты. У меня такая морда сегодня. Вчера пришли, я так расплакалась, еще такая дорога была, еще эта забастовка, мы ездили, доехали, слава богу, мы оттуда доехали. Да, клиника находится за пределами города. Еще мандаровать. Ну, конечно, у меня там машина есть, несу. Очень. Я вчера пришла, проплакала, все. Потом она головной боли пять таблеток выпила. Честно, не было прям сил. Вот такая апатия жуткая. Не могу заснуть, не могу. Еду в автобусе, не могу остановить слезы, представляете? Вот не могу, вот сами бегут и все. Катятся. Люди на меня смотришь. Глаза маленькие, сегодня встала в три часа. Расснулась и спать уже не хочу. Глянула на твою морду, думаю, боже мой. Когда бухаешь, морда это лучше выглядит. господина ляг. Так. Леша. В общем, ты ножки тоже не ешь. Не ешь. Ляля, я буду есть. Она говорит, я белое мясо, я не хочу. Такое было настроение, я сегодня встала, а надо шить Я сегодня встала, сейчас не за столом сказано, но мы не прислеваем Прибегает ко мне, говорит, Леня покакала, пошли посмотришь Я встала и ночью смотрела, как она себя чувствует Ляля в окно смотрит Такое настроение вообще жутко Понятное дело, что каждый человек, каждый хозяин своего животного, он хочет на лучшее, надеется на лучшее Он хочет, конечно, чтобы его животное А Лариса, хочешь огурчик? А ты салат пробуешь, какой вкусный? Да Очень вкусный, такой сочный Я сегодня купила по акции Не ела такой Я сегодня встала, хотела подкрасться В 3 часа встала, а у меня вот это все белки красные Не могу Так что так Не есть не хотела, не пить не хотела Не то Так, это все, Леня, вот это скушаешь? Леня, не надо Ну да Я ж убираю там, где Не жирное, чтобы не жирное, чтобы не обьянили, где же соленое, ничего Угу Там и с самой серединки И понравилось А она на тебе белое масло не хочет? Не хочет Она же тогда тоже кушала? Когда на Новый год делали курочек, тоже с ножки Я ей ставлю Ну ты и в серединку прямо ставь Ты вот эта, которая под шкуркой ей не надо Так что вот так Такие дела Здесь ты Животное, не дай бог, господи Заболеть, у тебя нет средств Ну что я буду лечить не буду А ему кто-нибудь спрашивает Интересно, здесь кредит можно уйти? На, спросим Ну конечно же Я говорю, что Медицина В Германии Просто не на высшем уровне Это вот лично мое мнение Хотите, говорите Хотите, не говорите Значит вам ведет Нет у них ни гуманности Ничего Наверное Сейчас, наверное В институтах учатся И клятву гиперкрата Наверное Тоже не дают Раньше Если это Брестижная профессия Если ты учишься на врача Потом врач Ты что Ты уважаемый человек Всегда считалось Что врач Он всегда Самый человечный А еще Там уже и раньше Так было И говорят Ой Раньше Клятву гиппократа То есть врач В любых ситуациях Должен человеку помочь Никогда не отказать Помощи Независимо Какой он будет Национальности Понимаете Сейчас вот это все Сейчас это уже все не в моде Ну то же Врач от врача отличается Конечно Упала На пол Надо чтобы Полчишка не съел Я потом Уберу Старая школа Это одно И стать профессионалом В своем деле Это все с опытом Одно дело Ты отучишься А другое дело Когда ты получаешь Этот опыт Не каждому дано Лечить людей И животных Приехала Бойцовочка Как ее Врач С донецкой Приветом Она вообще Действительно Не тоже С приветом Как вот Осуждают людей Приехал Мало того Что вообще Ничего не знает Даже медсестра Как она работала Там в Донецке Работала ли вообще Медсестра Знает больше Чем она И она всем людям Которые Мне приходится Надо же подписывать Договоры О том Что он Твой семейный врач Она всех И приглашала В свою клинику Она тоже Открыл ей муж Клинику Частную Она всем Прилашла В свою частную Клинику И там Она их будет Осматривать И у кого Что не болит Она Одно и то же Всем выписывают Одно и то же Я вам серьезно говорю Там вся дымерка Думаю Бляха Что за врача Прислали Это вообще Такое впечатление Что она нигде не училась Несмотря на то Что она наша Землячка Но она Я вам честно Говорю Просто человек С приветом А Галина Николаевна Царство небесное Так это действительно Профессионал Человека Бога Который был На своем месте Который Взглянул На пациента Уже знает Что Знает Как Знает Как тебе Подойти Какой подход Да Каждому человеку Знала Так Или Так Или Как Так Всегда Выписывает И всегда Знает Нужные советы Дает По здоровью От коронавируса Умерла Хорошая баба Никто не ждала Негадана Пошла в отпуск Ну да Поехала в отпуск Взяла путевку Куда-то поехала Не помню Чтобы не обманывать Это нас по Украине Все Приехала С отпуска Заболела Так у нее Еще там По-моему Чтобы не сбрехать У нее кто-то в семье Еще доктора Дочка Дочка Да И не могли Куда они только Не обращались Все В институте Каком-то работает При его институте В Киеве Да Прикиньте И ничего не могли сделать Ничего Хорошая такая Молодая Машка Все Моментально Сгорела Моментально Никогда не болела На огородах Все Работа Дом Хорошая семья Все Никто не знал Не ждали Не гадали А это Я же говорю Чем больше понтов Тем больше Знаешь Уродства Нихера не знает Пришла Чем будто не болела Я все равно Безлаберная Ой Молодец Моя девочка Дома Так что Вот так я А ты не смотри В эту сторону Тебе никакой курицы Каждый человек Попадая в руки К доктору Всегда думает Ну вот Вся надежда На него Он прямо В тот момент Когда человек болеет И попадает в руки К доктору Он для него Прям бог Он думает Что он сделает Для него Все возможно И невозможно Я говорю Как в Украине У нас какие Отличные доктора Просто их Все приучили С такой Мизерной Заработной платой Да А что Они все ждут Дятку Да Какой доктор Он тебе делал Да Такой дядька Вообще Ой Золотые руки И видно Что он знаете Профессионал Своего дела У него очереди Правильно Слава идет Еще рабочий день У них не начался У него уже Биллион человек Стоит по двери Что попасть Ну молодец По живой очереди Тоже принимал Да По живой очереди Тоже понимал Ну Нам сказать Что не бесплатно Тоже Кто деньги не любит Так что Вот такие операции Ну Если тебя конечно Направят Наверное Как область Или как На операцию Я даже не знаю Как они делали По операции Есть интересно Направляют Например Инвалида Пенсионера Наверное нет Наверное нет Потому что На все На медикаменты На все Рассчитано Тариф Ну Профессионал Ну Сразу видно А вот Тут такие Знаете Которые Стоит Тоже Беженка Ну В Германию Приехала И она Стоит Врач Врач Вы можете себе Представить Врач Она стоит Обсуждает Сколько Переселенцы Бабки Получают И как У переселенцев Все бесплатно И ярмарки И туризм И все Врач Стоит Сплетница И какая у меня Маленькая зарплата Обещали 10 штук А получаю Это на 5 Потому что 5 штук Платит Налога Говорит Постоянно Стресс у нее Здесь в Германии То одно То другое Вот живет Она постоянно В стрессе Это она Говорит Что постоянно Она в стрессе За заработные Платы В стрессе За все В стрессе И по ее словам Муж и дети Там Она сюда Одна приехала Она не украинка Она не украинка И не из Украины Приехала С бывшего Советского Союза Так скажу Вот так Она туда Куда она приехала Она там И двух штук Наверное Не получает Доктора Вот так И стоит Обсуждает Это я считаю Что знаете Человек Который с высшим образованием Ну это мое чисто мнение Не может себе позволять Такие унизительные вещи Для себя В сплетни В коллективе Рассказывать А почему Я это знаю Потому что я это Слышала своими ушами А говорили они на русском И та россиян Ну русская На русском говорят И та Они не русские Ну по русски говорили Как беженцам Украинским беженцам Хорошо живутся А они постоянно В стрессовом ситуации Вот так Так что Каждый делает вывод свой Кто-то скажет Ну да Правильно Смотря кто как воспитан Ты все же врач У тебя такая профессия Ты Должна быть Уважаемый человек У тебя есть уважаемый человек Если ты хорошо относишься Да К своим пациентам А ты стоишь Языком мелешь Не пойми что Какое после этого К тебе уважение Да никакого Вот так и едут Вот так и смотрят Знаете думают А что я Обещали 10 штук А получаю 5 Стресс Так почему я туда буду лечить Лечить Прилаживать к этому Какие то силы Усердие Нет Так все Спустая рукава Делается Что-то назначил Не сделали А ладно И так сойдет Вот так и смотрят Вот так и смотрят Плохо Сейчас Покушаю И дальше отдыхать Устали Устали Да Скажи Не то что физически А так просто морально Устали А ну вчера Вчера настолько Было эмоциональное Состояние Не можешь Ни мысли поймать Ничего Опустила Да Вот так вот Там было плохо Пицца Прилаживает Те силы Которые У нас есть Вчера картошку Протворили Я даже Голубцы ела Как все Что не доходило Аппетит А я не пропал Да Сначала есть Не хотела Потом Три голубца Съела А потом Еще Вчера Украинцы Ведут себя Вызывающе Причем Все Одинаково Я живу В деревне И каждый день Езжу на бусе На работу Каждый день Каждый день Это я подчеркиваю С нами стоит Украинка молодая Лет 25 В ушах Научник Руки в кармане И громко Разговаривает И смеется Как будто бы Она одна Ждет бус И так продолжает Вести себя в бусе Хорошо что немцы Не понимают О чем они говорят А они говорят О том Что им нравится Только пособие И что можно не работать А куда же Эта девушка Если вы ездите Каждый день На работу Куда же Эта девушка С вами Ездит Тоже каждый день Утром Не задумывалась Может она тоже работает Она каждый Божий день Стоит и говорит Как же хорошо Что у меня И способие И можно не работать И все Громче и громче Чтобы вы это слышали Каждый день С ней встает Она наверное Специально встает Эта девушка Приходит на остановку Ждать бус Чтобы это услышала Чтобы это Манда услышала Я написала Ну знаешь Знаешь Пишут И думают Что В эту херню Кто-то верит Одиннадцать человек Поставила лайф Ну это Одиннадцать человек Такие же Прошибленные Как она Это такой Она такая Солененькая А мы только Ездим Когда Слышим Когда попадает У нас Автобус С детьми Когда-то Мы едем Никто не стесняется Не орать Орут Балуются Ага Один водитель Скажет что-то А другой Нет Другой промолчит Да Есть такие водители Которые как выйдут Как дадут Просраться Что Пассажирам Которые ноги Выше головы Поднимают Что детям И все И сразу И все сидят Тихо Никто Даже не пикнет Вот так Нам рассказывают Ну это же Время Что сплетни Вот просто Знаете Лишь бы унизить Лишь бы вот что-то Написать Напишет же Она такую дурость И думает Что она написала Что-то такое Она Все украинцы Работали И будут работать И никто Трудними сюда Не приехал Угу Хватит вам Эту Хиромантию Писать Да вообще Все С бывшего Советского Союза Нету Трудней Люди Выживали Конечно В Советском Союзе Прикинь Да Попробуй не работать Как ты будешь жить Тебе хочешь Не хочешь Тебе надо работать Ну как ты будешь Кормиться Даже В Украине Если ты Якобы Трудовые У тебя нет О том Что ты работал Ты все равно Работал Где-то неофициально Работал Потому что Тебя Зарплата Устраивала Ну понятное дело Что не платил На лобе Зато ты кормил Свою семью Так и с работой Была напряженка И на заводах И везде Попробуй в Мариуполе Устроиться На Азовсталь Подрядные Организации Брали Когда на Азовсталь Можно было На заводе Если в заводах 25 получать Тысяч А подрядчики Берут тебя За пятнашку Это же не то Что там Я обманываю С первых рук Информация Это спешит Труднее Труднее Они сами Где не работают Да Он даже не знает Что такого Да да Вот это тоже Знаете Сейчас Больше Не буду Не нравится Юля Да у тебя Николай Не твора Да у тебя Не унитаза Слушайте В 14 году Мы же тоже Никому не приходили И не говорили Нам Разбомбите Наш дом Может не просили Это была Наша частная Собственность Мы бы не поехали Поколесить По Украине И искать Пристанище Себе Если было бы Спокойно Если было бы Не уничтожили Нашу Собственность Нашу Собственность Которую мы Купили За свои Заработанные Деньги Ни в наследство Нам не осталось Никак И никто Нам не помог Ну вот Что вам объяснить А завтра У вас не будет Туалета Кто его знает Что будет завтра Живите Одним днем И радуйтесь Они не могут Сегодня у вас Есть туалет И двухэтажный дом Трехэтажный А завтра Может быть Ничего не быть Как главное Прикинь Какие кровожадные Они Им нравится Когда у людей Других плохо Прикинь Они от этого Даже кайфуют Ну да Ну это эти Это не оскорбление Это как это называется Ой Я была Шизофрения Серьезно Ты не доктор Я не доктор Но я знаю Все Эту тлянечки Потом Выберем Потом я Доем А это Уже потом Не могу Уже не хочу Этот Чесночок Выдавлю На хлебушек Туда положу Эту тлянечки Уже Тут и белое мясо есть Чесночок Нельзя открывать Он должен быть Ну вот я его как завернула В фольгу Так он и должен Потом достать его И А ты его открывала? Я его открыла Да И включила А он сейчас какой? Ну Чуть-чуть твердоватый? Нет Он чуть-чуть подгорелось А ну что? В нем нечего есть Нету Ааа Ну ничего Надо может брать Такой Знаешь Побольше Накушала Половинку авокадо Потом еще Салат остался Еще курица осталась Еще картошки две А вы говорите Я много ем А мне картошка Все не нравится Не нравится? Ну а что? Да Еще там Филадельфия В банке валяется Не доесть А вы говорите Я много ем Где я много ем? Где? Все Лежит на тарелках Практически Ничего не съедено Не знаю Даже он хлеба кусочек был Какой? И он остался Где много ем? Сложно было салат Есть Огубцы Салат уже не хочу Честно Уже не хочу Тут такое вот состояние Прямо Такое Все Все вам рассказала В общем Теперь вы в курсе Всем дел Понедельник Запишемся Врачу Шеплялечки Дальше Процедуры Термин возьмем Все Все Не болейте Не сплетничайте Никому не желайте Плохого Посмеяться можно А вот это Ваши Стукаческие Намерения До хорошего Вас не доведут Так Все Буду Пойду руки мыть А то Руки грязные Мне приятного аппетита А вам Ложиться спать Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры